О работе, которую сотрудники администрации ведут с гражданами, вынужденно покинувшими территорию Луганской и Донецкой областей, на планерном совещании доложил заместитель главы Олег Костенко. По 60-70 человек в день в среднем принимают в отделе по работе с обращениями граждан. Беженцам разъясняют, как оформить правовой статус, рассказывают, в каких регионах России действует программа по переселению соотечественники. На базе второй школы Анапы продолжают свою работу пункт сбора гуманитарной помощи. Значительный вклад вносят предприниматели курорта, обеспечивают продуктами и средствами личной гигиены. Еще одна немаловажная часть этой работы – помощь в отправке семей беженцев, которую следуют через Анапы в различные регионы России. Людей встречают на вокзале, кормят, при необходимости оказывают медицинскую помощь. Спасибо всем, кто оказывает помощь, потому что мы из невежественных источников встречаем корм и обеспечиваем здоровую питанию. Людей, которые сегодня бывают, бывают в территории России, я бы не надеюсь, сам как бы временного проживания, кажется. За сегодняшний день, за сутки, если взять, мы уже сейчас отправили, должны отправить более 2000 человек. Представляете? Более 500 человек. Мы сегодняшний день. Это вы, что делали наши сутки. Первый заместитель главы Светлана Яровая подняла тему ремонта муниципальных учреждений. Особое внимание требует сферы образования. Детские сады и школы должны войти в новый учебный год обновленными и подготовленными. Тема благоустройства и санитарного порядка по-прежнему не теряет актуальности. Критика Сергея Сергеева коснулась городских коммунальных служб. Главная претензия – безинициативность сотрудников, которые зачастую выполняют свои обязанности, что называется, из-под палки. Да, количество отдыхающих сегодня зашкаливает даже разумные пределы. У нас электроснабжение не выдерживает. Но зато вода выдерживает. У Казаряна ума хватает, как регулировать, что делать. Я не буду секреты наши открывать, Ваши. Но поучиться надо. Я не суеверный, но их проблемы нет. А они были в прошлом году. И в позапрошлом были. И страдал город без воды в курортный период. Сегодня забыли. Все нормально, все. И давление нормально, и все, все, все. Потому что руководитель на месте и думает, что делать. И еще один важный вопрос, который поднял мэр Анапы – подготовка к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение недели от всех городских служб, федеральных ведомств, общественников ждут предложения, как город-курорт должен встретить праздник. Праздник большой. У каждого из вас, если в глухой истории посмотреть, у вас есть ветераны, у вас есть, дай бог, может быть, и участники войны, и чужие. Поэтому должны мы все еще раз помчем наметить веро-приятия. Это будет на будущее, мне кажется, главный праздник наше страны. Спасибо.